Вопрос на самом деле интересный. Интересно, что они запутались. Один говорит об интеграции бывших республик Советского Союза, а второй уже, как бы понимая процесс, говорит о возможной интеграции тех частей, на которые распадется Россия. Интеграция в современном понимании, в современном, так сказать, смысле необходима, это процесс, мировой процесс, это ликвидация границ. Как патриотизм становится анахронизмом и все больше и больше напоминает формы фашизма, так и исчезновение границ, исчезновение барьеров, любых экономических барьеров для экономической деятельности, искусственно создаваемыми государствами для, так сказать, укрепления своей власти. Это все очень отсталые механизмы, это как силовые методы для решения политических проблем. Это уходит все, уходит в прошлое, границы исчезают, это естественный процесс. Торговля развивается при полной конкуренции, а экономические границы – это вот то самое препятствие для конкуренции. И эти дегенераты главы регионов, которые создают и до сих пор продолжают создавать эти барьеры для того, чтобы, как им кажется, что-то выиграть для собственного бюджета и тем самым уничтожить собственную промышленность на самом деле. Это анахронизм, все это исчезает. Конечно, интеграция в глобальном масштабе – естественный процесс. И, кстати говоря, мы – одна из форм проявления – это вот Пылающий Восток, это вот революция, это принятие, приятие, восприятие этих ценностей, способов существования гражданского общества в разных странах. Как мы считали, неразвитых, и как было на самом деле. Вот это естественный процесс, и понятно, чем это закончится. Маленькие князьки, которые устанавливают собственные законы, собственные, как они говорят, значит, как это называется, я все забываю, Слава придумал, суверенная демократия, да. Значит, свои законы демократического развития, все эти князьки уходят в прошлое, прокляты будут, смещены. Рано или поздно человечество придумало, значит, некую универсальную форму существования. Не когда-нибудь она получит название. Вот, но этот советский анекдот, если ты помнишь, рабы Рима, да, демонстрации, которые идут с лозунгом, да, здравствуют, «Феодализм – светлое будущее всего человечества». Вот, кстати, непонятно, наверное, молодым людям, которые не видели плакатов на каждом доме, там, в Москве, в любом городе, «Коммунизм – светлое будущее всего человечества». Я просто помню, это вот в каждом крупном районе, это плакат, который висел над домами, не освещался, пусть плохо было с электроэнергией, но днём был виден. Так что это естественный процесс. Ну, это хрустальная мечта Боря Немцова, который насчёт интеграции с Белоруссией говорит, что вот пусть на пост-реском пространстве всё будет как в ЕС. Но здесь до ЕС далеко, когда звёзд. И в Белоруссии далеко, а Лукашенковской, гораздо ближе к Ливии, к Мамару Каддафе, и России путинской тоже очень до ЕС далеко. Но, что касается регионов, то жизнеспособность регионов, она определяется их готовностью выживать самостоятельно. А то ведь у нас регионы о чём мечтают? О том, чтобы делить нефтяную ренту, и чтобы центр за них всё сделал. Поэтому даже Дагестан в начале 90-х, когда, казалось бы, можно попробовать, от свободы окрещивался. Я с Владимиром уже разговаривал. Я помню, как чёрт отлазан. Потому что никакая свобода не нужна. И в лучшие бюджетные деньги. И в лучшие бюджетные деньги. Поэтому, понимаете, интеграция на европейском уровне, она не предполагает китайский вариант эпохи враждующих царств, когда все будут воевать за ресурсы. И вот я лично это наблюдала, что на границе Ярославской и Костромской губернии, ну, казалось бы, совсем близко от Москвы, нас тормозули ОМОРовцы ярославские. Мы из Костромы с выступления ехали. И полтора часа машину не выпускали. Потому что ярославский губернатор не любит Костромского губернатора. Хотя ресурсов нет и здесь, и там. Ну, там не совсем так, но, в общем, да. Продолжение следует...